Тема вторая. Древняя Русь в девятом-двенадцатом веках. Параграф первый. Социально-экономическое развитие. Расселение восточных славян в лесостепной полосе предопределило специфику их хозяйственно-экономических занятий. Ни земледелие, ни скотоводство, ни ремесла, ни различные промыслы не преобладали. Поэтому правильно будет говорить о комплексности их хозяйственной деятельности. Географический фактор делает земледелие критическим, зависящим от природных условий. На севере, в лесной зоне, господствовало подсечное земледелие. Заросли деревьев и кустарников вырубались, а затем сжигались. Так формировалось будущее поле. При такой системе землепользования приходилось использовать специальные орудия труда, среди которых доминировала саха, не сильно углублявшаяся в верхний пласт земли. На юге эволюция пашиных орудий шла от примитивного орала к плугу, который, наоборот, глубоко взрезал пласт земли и переворачивал его, а эволюция землепользования от переложно-залежной системы к трехполью. Основными культурами были пшеница, проса, гречиха, ячмень. В славянских хозяйствах имелись коровы, свиньи, козы, овцы, лошади, домашняя птица. Под спорьем в хозяйстве были рыболовство, охота и бортничество. Борт – место обитания роя диких пчел. Что касается ремесла, то его развитие также зависело от природных условий. Точнее, от тех источников сырья, которыми могли располагать наши предки. Большое распространение получило железоделательное ремесло, а следовательно и обработка металла. Сырьем, из которого получали металл, была болотная руда. Для гончарного ремесла использовались разнообразные глины. Также развивались кожевенные и ткацкие ремесла. Раздо хуже было с сырьем для ювелирного ремесла. Ближайшее месторождение серебра находилось на территории Волжской Булгарии, поэтому часто сырьем служили монеты, вырученные в результате торговли с Востоком. Восточнославянское ремесло VII-IX веков носило общинный характер. С распадом родовых связей ремесленники оседали в городах, составив значительную часть посадского населения. Однако от сельского хозяйства русские ремесленники не отрывались даже и в более поздние времена. Развитие торговли связано с установлением путей сообщения на основе крупнейших речных систем. Одним из важнейших был путь из Варяг в Греки. Из Варяжского Балтийского моря по Неве торговцы плыли в Ладожское озеро, затем по Волхову в Ильмень и далее до Днепра. По Днепру они выходили в Черное море и плыли в Константинополь. Ответвление этого пути на запад вело в Прибалтику. Через Аку и Волжскую Булгарию проходил Волжский путь, который вел к Каспийскому морю и далее в арабские страны. Были и сухопутные пути, например, из Киева на запад, через Владимир, Червень на Краков и далее в Чехию. Основой восточнославянского экспорта были предметы промыслов – мех, воск, мед и другие. В большом количестве вывозились рабы – добычи в бесчисленных войнах. Ввозили же предметы роскоши – дорогие материи, украшения, вина и т.д. По вопросу о социально-экономическом устройстве Древней Руси в XX веке разгорались острые дискуссии. Дискуссионность основывалась на формационном подходе к развитию восточнославянских земель. Какой общественно-исторической формацией относили Русь участники споров, рабовладению, феодализму или переходному состоянию между ними, такое социально-экономическое устройство ей и приписывали. В 1920-е и 1930-е годы академик греков считал, что в Древней Руси не было рабовладения, а значит, там господствовал феодализм со всеми его особенностями в виде распространенной частной собственности, зависимых крестьян, а также института монархической власти. Подобный подход значительно удревнял происхождение русского государства, относя его к периоду призвания варягов. В целом концепцию грекова поддержали тихомиров и рыбаков. Между тем, в 1960-е годы Горемыкина доказывала, что рабовладельческая формация была как в Европе, так и на Руси. Фраянов не исключал наличие рабства у восточных славян, но полагал, что Древняя Русь имела специфическую социально-экономическую организацию, которую нельзя отнести ни к феодальной, ни к рабовладельческой, и называл ее переходной. Характерной особенностью для нее были длительные сохранения как общины, так и общинной собственности, и наличие незначительно частной, вотчиной собственности. За прошедшее время Фраянов и ученые, принадлежащие к его школе, подтвердили эту гипотезу на основе изучения различных сюжетов русской истории. Крупное землевладение в Древней Руси было. Вотчина существовала, и в ней работали различные категории зависимого населения – чередь и холопы. Но далеко не все население было зависимым. Другие категории населения находились на переходной стадии от свободы к рабству. Таким образом, население, которое работало в вотчине, было еще не феодально зависимым. Эти вотчины были островками в море свободного общинного землевладения. Древнерусская знать, князья и бояре, существовала не за счет крупной земельной собственности. Основным источником доходов были дань, которая собиралась с подвластных племен, и полюдья – плата соплеменников за выполнение знатью общественно полезных функций. На основе полюдья развелись всякого рода кормления, которыми князья делились друг с другом и с боярами. Земля в домонгольский период еще не стала мерилом богатства знати. Ее заменяли другие ценности – золото, меха, драгоценные камни. Социально-экономические отношения нашли отражение в древнейшем своде законов Руси русской правде. Она известна еще как, соответственно, краткая правда, пространная и сокращенная. В свою очередь, краткая правда делится на правду Ярослава, 1016-й, и правду Ярославичей, вторая половина XI века. Пространная правда была составлена в начале XIII века на основе краткой с добавлением ряда статей. Параграф 2. Социально-политическое устройство. Соседство с воинственными народами, с одной стороны, способствовало формированию восточных славян военной организации, которая складывалась не одно столетие, с другой обозначила жизненно важную тенденцию к племенному укропнению. Военная организация древнерусского общества основывалась на так называемой сотенной системе, когда каждое племя выставляло сотню воинов, а союз объединенных племен должен был выставлять тысячу. Одним из военных руководителей был князь. Термин «князь» происходит из древненемецкого языка и означает главу рода, старейшину. С ростом численности населения племя, подразделявшееся на несколько родов, распадалось на ряд родственных племен, которые образовывали племенной союз. Такими племенными союзами, скорее всего, и были летописные поляне, древляне, северяне, кривичи и так далее. Во главе этих союзов стояли вожди, занимавшие главенствующее положение над вождями отдельных племен, входивших в союз. Но если племенной князь мог избираться лишь на время военных действий, то вождь племенного союза был не только военачальником, но и организатором войска. Он исполнял также внешнеполитическую и некоторые религиозные судебные функции. При племенном князе существовал совет старейшин или старцы-градские. Старцы-советники принимали участие в княжеской думе, княжеских пирах, которые выполняли важную социальную роль общения князя с населением. В недрах первобытно-общинного строя зарождалась и дружина. Дружина, как и князь, исполняла определенные общественные функции. Князь среди дружинников был не господином, а первым среди равных. Однако дружина не была единственным вооруженным формированием славян, поскольку в период внешней угрозы собиралось и ополчение, состоящее из свободных общинников. Основным органом социально-политической структуры были ВЕЧа или народные собрания. ВЕЧа имели широкие полномочия и действенную политическую силу. На ВЕЧевых площадях принимались как экономические, так и внешнеполитические решения. Древнейшие документы о ВЕЧе свидетельствуют о том, что в нем участвовало все население, включая знать. Народное собрание действовало непрерывно на протяжении IX-XI столетий. Итак, в Древней Руси мы видим стройную систему политической власти, нередко именуемую военной демократией. ВЕЧа, совет старейшин, князь. В дальнейшем она, безусловно, эволюционировала, но ее характерные черты сохранялись вплоть до монголо-татарского нашествия. Параграф 3. Политическое развитие древнерусских земель. Развитие общественных отношений у восточных славян приводило к созданию новых социально-государственных организмов. Племенные союзы, на фоне возрастающей внешней угрозы, становились все менее состоятельными. Так, на северо-западе возник один из двух центров Древней Руси со столицей в Новгороде. Его появление связывают с легендой о призвании Рюрика и датируют IX веком. Другой крупный центр сформировался в Среднем Поднепровье и вошел в историю под названием Киевская Русь. При киевском князе Олеге, устранившем княжевших там Аскольда и Дира, отношения между Новгородом и Киевом были почти союзническими, однако впоследствии обнаружилось все более возрастающее желание Днепровской столицы подчинить себе Новгород. Олег примучивает, покоряет древлян, северян, родимичей и накладывает на них дань. Дань была своеобразной платой за внешнюю защиту того или иного союза племен, попавшего под власть Киева. Подобные отношения называют данническими. Политику примучивания соседних и дальних племен продолжали и другие киевские князья. Менее удачно князь Игорь, 912-945 годы, павшие жертвой неумеренности взимания Дани. Более осмысленно его жена, княгиня Ольга, 945-964 годы, установившая нормы Дани. Киевский князь Святослав, 964-971 годы, не только завершил объединение восточнославянских племен, но с той же целью совершал военные экспедиции на Аку, на Волгу, на Дунай. Он почти всю жизнь провел в походах, известен своим честным предупреждением врагам, на которых шел с дружиной, «Хочу на вас идти». Его сын Владимир, 980-1015 годы, начал княжить в Новгороде. Но после смерти Святослава именно ему пришлось разрешать кровавый конфликт между братьями в Киеве, и это во многом предопределило выбор киевлян в его пользу. Владимир уже не примучивает соседние племена и не завоевывает территории, а лишь поддерживает там власть силой. Однако ослабление власти киевского князя становится все более очевидным. Растет тяга племенных центров к самостоятельности, а данническая зависимость от Киева становится для них тягостной и нежелательной. Владимир, пытаясь укрепить центральную власть, предпринял ряд мер идеологического характера. Сначала он провел так называемую языческую реформу 980 год, стремясь силой языческих богов и прежде всего полянского бога Перуна создать единство политического пространства. Однако это ему не удалось. Тогда Владимир обратился к христианству, монотеизм которого, как нельзя лучше, соответствовал идее единства Руси. Православие на Русь пришло из Византии в 988 году через ряд военно-политических мероприятий Владимира. В Киеве была основана Десятинная церковь, на содержании которой была выделена Десятина, то есть десятая часть доходов общины. Туда же прибыли византийские священники со всем необходимым для христианского богослужения. Однако формальное введение христианства не означало его мировоззренческой победы, язычество еще долго проявлялось в различных формах вплоть до XVI века. Если в Киеве принятие новой веры проходило спокойно и сравнительно мирно, то в подвластных ему восточнославянских землях христианство насаждалось силой, как, например, в Новгороде огнем и мечом. Тем не менее, объективный процесс раздробления русских земель на некоторое время был заторможен. Во время Ярослава Мудрого в 1915-1054 годы верховная власть в Киевской Руси сохраняла черты преемственности и последовательности, что существенно повлияло на ее развитие. Киевская Русь переживала годы подъема. Успешно решалась задача обороны от кочевников, строились новые города и культовые сооружения, развивалась письменность и грамотность, было создано законодательство, позднее оформившееся как русская правда. Была предпринята попытка дистанцироваться от Византии путем замены греческих церковных иерархов на русских в лице митрополита Илариона. Ширились международные связи. Однако, несмотря на видимые успехи в 70-е годы XI века, вспыхивает межволостная борьба, в которую были втянуты как сыновья, так и внуки Ярослава. Положение еще более осложнялось постоянным вмешательством новой волны кочевников-половцев. Киевская Русь оказалась на грани гибели, и смена киевлянами князей почти никак не влияла на общую тенденцию к распаду на отдельной территории волость или земли. Ни Владимир Мономах 1113-1125 годы, ни его сын Мстислав Владимирович 1125-1132 не смогли воспрепятствовать дальнейшему росту самостоятельности нового государственных образований, среди которых своей цельностью выделялись Новгородская, Владимира Суздальская, Галецко-Волынская и, собственно, Киевская земли. Но, тем не менее, каждая из них в XII-начале XIII века переживала процесс дальнейшего дробления. Именно в таком политическом состоянии находились русские земли накануне великих потрясений, которые постигли их в XIII веке. Параграф четвертый Основные тенденции развития культуры Духовная и материальная культура Древней Руси была однопластовой. Главным содержанием ее был фольклор. Самая распространенная форма устного народного творчества «Былины», отражающая самые общие процессы социальной и политической жизни. Наиболее известны два «Былинных» цикла. Киевский, в котором воспеваются народные герои-защитники Руси Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и Новгородский, о Василии Буславе и Садко, богатом гости. Древнерусской литературы названного периода «Повесть временных лет», «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве» тоже весьма близко разговорному жанру, что позволяет предположить довольно высокий уровень грамотности населения, подтверждаемый археологическими находками, своего рода граффити и берестинными грамотами. В Киевской Руси, судя по археологическим раскопкам, некоторым описаниям и сохранившимся памятникам довольно много строили. Архитектурные стили отличались самобытностью. Преобладающее тогда деревянное зодчество сочеталось с каменным, постепенно уступая ему место. Особенно это касалось фортификационных сооружений. Основным типом славянского жилища была усадьба, центром которой был бревенчатый сруб, зачастую двухэтажный. Получает распространение в Древней Руси и живопись, прежде всего фресковая роспись по сырой штукатурке и иконопись. Ювелирное ремесло отличалось различной сложнейшей техникой. Использовались скань, зернь, перегородчатая эмаль, чернь, посредством которых изготовляли серьги, кольца, ожерелья, подвески колты и так далее. Необходимо отметить, что древнерусская культура, имея языческие корни, постепенно приобретала христианские черты. Кроме того, культура славян не была замкнута, она воспринимала культуру соседних этносов, тем самым обогащая самую себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok